Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. Мы вместе с вами продолжаем изучать книгу, которая называется «Откровение Иоанна». И в этой книге содержится большое количество информации о событиях, которые происходят на земле в преддверии установления Царства Божия, как и о самом Царстве. Эта информация не только дает нам представление о том, что будет происходить, но и призвана помочь нам быть готовыми к этому событию, а именно установлению Царства Мессии здесь на земле со столицы Иерусалима. И разумеется, мы должны задаться вопросом, что такое для нас Царство Божие, почему оно для нас столь важно и столь необходимо. И ответ на этот вопрос прежде всего в том, что Царство Божие дает нам возможность служить Господу, так как Он того достоин. Царство – это место, где мы будем вместе с Ним, и мы будем Ему служить и Ему поклоняться. И изучая книгу Откровения, мы все больше и больше понимаем, что это возможно только и благодаря, и исключительно благодаря тому, что Мессия Ишо для нас для всех сделал, когда приходил на землю в первый раз. И вот в этом повествовании пришел черед для 14 главы. Эта глава очень особенная. Можно сказать, что она разделена на две части. Первая часть перекликается с тем, что мы читали с вами раньше, в других главах, и мы будем видеть эти события. Вторая часть, в которой речь идет о том, что произойдет после, о тех событиях, о которых мы с вами еще не разговаривали. И здесь, по сути, только начало этих событий, и в нескольких последующих главах они будут продолжаться. И в первой части нашей главы мы видим, что по сути речь идет не об Израиле, речь идет о верующих, которые приняли Мессию и через Мессию вступили в завет с Господом. Во второй же части есть видение или пророчество о том, что гнев Божий будет изливаться на землю и о судах Божьих. Об этом мы тоже уже говорили, но если раньше речь шла о том, что под ударами, под действием гнева Божия находится какая-то часть, не вся земля, третья часть, не все территории, то в данном случае мы с вами читаем о том, что под действием гнева Божия, под действием суда Божия попадут все люди, живущие на земле. Но, несмотря на то, что они будут явно видеть и понимать, что происходит, они не раскаются в своих грехах и не обретут спасение. Об этом мы с вами и начинаем читать в нашей 14 главе. Давайте прочитаем вместе первый стих 14 главы. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионии, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Мы читаем в нашем тексте, на горе Сион находится Агнец. И мы говорили, что Агнец – это мессия. Особенно в книге Откровений нередко по отношению к мессии используется именно этот образ. Почему? Потому что мы с вами знаем, что подобно как в Древнем мире, когда еврейский народ выходил из Египта, 14 числа месяца Авив, Агнец был принесен в жертву. И это дало возможность еврейскому народу выйти из Египта. По сути, здесь не началось искупление первое. Таким образом, и приход Мессии, первый его приход на землю, ознаменовался его смертью и воскресением. И он стал для нас тем самым пасхальным агнцем, благодаря крови которого мы получаем прощение, мы получаем искупление наших грехов, ибо его кровь плата. И с этого начинается искупление окончательное, а именно наш путь в Царствие Божие. И мы видим не случайно, Агнец находится именно на горе Сион. Сион. В еврейской традиции, в традиции толкования священных писаний, эта гора имеет очень тесную связь с грядущим Царствием Божиим и с истинным поклонением Богу. И, собственно говоря, это поклонение здесь мы с вами и видим, ибо вместе с ним находится 144 тысячи. Надо заметить, что эта цифра уже встречалась нам на страницах книги Откровения. Когда мы речь ввели, буквально это было в седьмой главе, там мы говорили о том, что перед тем, как начнет гнев Божий изливаться на землю, Господь повелел ангелам поставить печать на 144 тысячи по 12 тысячи с каждого колена Израиля. И я тогда говорил, что это, скорее всего, символическая цифра, ибо, по сути, она означает полноту полноты. Но вот какая интересная деталь. И я говорил тогда об этом и повторю и сейчас. Мы должны понимать, что это неверующие люди, это еврейский народ, которых печать защищает от гнева Божия, дабы они получили шанс поверить и войти в Царствие Божие. Ибо неверующий туда войти не может. И когда я говорю поверить, я имею в виду веру в Мессию. Ибо только через веру в Мессию можно войти в Царствие Божие и можно прийти к истинному поклонению. Здесь же мы видим немножко других людей. Здесь мы видим тех, у кого на челах написано имя Отца. Дальше я еще об этом немножко подробнее скажу. И эти люди, мы увидим, поклоняются Богу. То есть речь идет о тех, кто поверил. И опять, мы не должны воспринимать эту цифру 144 тысячи в прямом смысле. Речь идет о полноте полноты. Ибо в той самой седьмой главе мы с вами читали, что помимо еврейского народа там фигурирует еще одна группа людей. А именно те, которые верят. И они там, так же как и здесь мы дальше увидим, поклоняются Богу живому. То есть речь идет о верующих в Господа Иисуса Христа. Речь идет о тех, которые приняли Его жертву. И благодаря этой жертве имеют возможность войти в Царствие Его. Дальше мы с вами читаем следующие слова. Второй и третий стихи. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслиистов, играющих на гуслях. Они поют как бы новую песню перед престолом, перед четырьмя животными и старцами. И никто не может научиться сей песне, кроме тех 144 тысяч, искупленных от земли. Думаю, вы заметили, что здесь очень похожая картина на то, что мы видим в седьмой главе. А именно, речь идет о поклонении Богу подобным образом, как и там. При этом мы с вами прочитали, что они поют новую песню. Мы видим картину поклонения Богу. И здесь присутствуют животные, здесь присутствуют старцы. Другими словами, мы должны понимать, что все это происходит на небесах. Более того, если вы знакомы с еврейской традицией толкования священных писаний, то вы знаете, что слово новое на страницах Библии очень часто толкуется, как говорящие вот именно об этом грядущем Царстве Божьем. Из чего мы, собственно, должны сделать вывод, что к этому моменту люди, которые веруют, находятся уже на небесах. Ибо мы с вами прочитали, что эти 144 тысячи искупленных от земли, то есть забранных уже отсюда, и они находятся с Господом на небесах, и там поклоняются Ему. Отсюда можно сделать вывод, что люди, которые уверовали при жизни своей в Господа Иисуса Христа, которые следовали за Ним, которые трудились с Ним и для Него, к моменту начала изливания гнева Божия на землю, уже находятся на небесах. Ибо они уверовали в Него, и они приняли искупление. В следующем тексте мы находим вот какие слова. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Ангцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Ангцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. О чем идет речь в 4 стихе? Я знаю, что вокруг этого текста бывает немало дискуссий. Идет ли речь о том, что это люди, которые никогда не вступали в брак? Давайте на самом деле задумаемся вот над чем. Что такое брак? Точнее, что такое заповедь о браке? Мы с вами знаем со страниц Священного Писания, и об этом буквально говорит первая глава книги Бытие, Господь даровал людям брак как заповедь, но при этом это очень особенная заповедь. Ибо она была дана до того, как человечество согрешило, а это в свою очередь означает, что эта заповедь призвана не исправить мир, как многие другие заповеди, которые мы находим на страницах Священного Писания, а дать ему толчок в развитии, то есть служить этому миру. И второй момент. Мы с вами впервые, читая об этом заповеди, находим слова такие. И благословил Господь. То есть, по сути, это заповедь, несущая благословение. Тогда почему же в нашем тексте мы с вами читаем об осквернившихся с женами? О чем здесь буквально идет речь? Разумеется, здесь речь идет не о браке. Дело в том, что мы должны понимать, что на страницах Священного Писания блуд, прелюбодеяние чаще всего, даже я бы сказал гораздо чаще, нежели чем в контексте сексуальных грехов, говорит об идолопоклонстве. Другими словами, это были люди, которые не осквернили себя с идолами. Ибо мы с вами читаем, что это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. И, обратите внимание, они искуплены из людей. И тут два момента. Они искуплены, то есть забраны, да, то есть Господь их выкупил, с одной стороны. С другой стороны написано из людей, не из потомков Якова, как об этом мы говорили раньше, про 144 тысячи. Но из всех людей, племен и народов, живущих на земле. Ибо речь идет о тех, кто уверовал в Господа Иисуса Христа. И мы с вами читаем, что в устах их нет лукавства. Интересно, что Священное Писание учит нас, что нет согрешившего ни одного. Мы с вами знаем, что любой человек, прошедший в этом мире, совершал грех, кроме, собственно, Иисуса Христа, который был Бога человеком. Так о чем же здесь идет речь? Речь идет о том, что благодаря тому действию, который совершил Мессия, когда принес себя жертву за наши грехи, мы получили полное, абсолютное оправдание наших грехов. И я имею в виду до такой степени, что в глазах Божьих мы являемся как бы не согрешившими вообще. «Ибо Он говорит в одном месте, брошу грехи ваши за хребет и не вспоминуй более». Интересно, это не значит, что Господь забудет, Он не может забыть. Это значит, что Он не будет к ним обращаться. Это значит, что Он не будет этого делать, их вспоминать. Именно поэтому эти люди, принявшие Господа и уверовавшие, называются, не имели лукавства и называются непорочными перед престолом Божиим. В глазах Бога, перед Его престолом, они, безусловно, непорочны, потому что Он видит этих людей сквозь кровь Иисуса Христа, своего Сына. Далее мы видим с вами следующий текст, 6-7 стихи. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источник вод». Я говорил вначале, что в нашей главе есть как бы две части. По сути, наверное, правильно сказать, что вот эта вторая часть, а именно масштабное изливание суда Божьего на землю, здесь начинается. Мы с вами видим ангела, написано другого ангела, который летит посередине неба, и он имеет вечное Евангелие. Евангелие – это благая весть. Благая весть о том, что Господь несет Царствие Божие на землю. Ибо мы с вами читаем всякому племени, и колену, и языку, и народу. И далее мы говорим о том, мы видим о том, что он громким голосом возвещает, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу», и предупреждает, «Настал час суда». Но мы должны понимать, что это не значит, что люди уверуют. У них есть шанс. Но примут ли они Бога? К сожалению, надо сказать, что, скорее всего, нет. И в этом нет ничего удивительного. Ибо мы с вами читаем, когда речь идет о первом искуплении, который есть исход из Египта, несмотря на все казни, которые Господь Бог послал на Египет, какая-то только небольшая часть людей раскаялась и вышла вместе с еврейским народом, весь же остальной Египет был погружен, выдало поклонство. И несмотря ни на что, фараон, будучи питаемый ненавистью к еврейскому народу и ненавистью к Богу, когда он уже понимал, кому противостоит, когда он уже понимал, какие последствия его ждут, он все равно посылает за еврейским народом армию, как бы в порыве последнего гнева. И это приводит к гибели его армии. Кстати, некоторые историки считают, что именно тогда гибель этой армии и привело к дальнейшему закату Египетского царства. И в дальнейшем египтяне, которые фигурируют на страницах Священного Писания, это уже совершенно другой народ, который это египетское царство захватил. То есть мы должны понимать, что люди продолжат оставаться глухи к этим призывам, несмотря на то, что они уже будут понимать, о чем идет речь, и кто и для чего их призывает. Тем удивительнее далее мы находим вот какие слова. Восьмой стих. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал-пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». По сути, мы понимаем, что речь идет о суде над той самой империей, о которой мы с вами говорили, изучая предыдущие главы, империей, которую возглавляет антимессия, антихрист, как его часто называют. Империя, которая символизирует собой всех врагов божьих, сатану и всех, кто восстает против Господа. Интересно, что в данном случае Йоханан эту империю называет Вавилоном. Почему? Мы должны понимать, что такое Вавилон для еврейского народа. Я говорил и повторять буду много раз. Если мы хотим понимать образы, которые находим на страницах книги Откровения, нам прежде всего нужно апеллировать к иудаизму, а это значит не только к тем источникам, которые мы находим на страницах Библии, но и другим источникам, которые были доступны авторам тех или иных евангельских книг, и в том числе Йоханану. А это, в свою очередь, означает, что мы должны посмотреть на эту ситуацию глазами еврея того мира. И мы должны понимать, что Вавилон – это самая кошмарная империя на тот момент, когда Йоханан пишет эти слова в его глазах. Почему? Потому что, во-первых, мы с вами знаем, что Вавилон, точнее сказать, Вавилонское войско разрушило первый храм – храм Соломона. Это раз. Во-вторых, мы с вами должны знать, что еврейский народ в этот момент ушел в плен. То есть тогда они были угнаны в плен, и через 70 лет, когда еврейский народ начал возвращаться в землю обитованную, только небольшая часть Израиля вернулась. Более того, по многим историческим источникам известно, что, начиная с того момента, большая часть людей еврейского народа, потомков Израиля, жила за пределами Израиля. А это, в свою очередь, означает и показывает нам, что Израиль находится в очень и очень плохом состоянии. Ибо, о чем я тоже очень часто говорю в моих уроках, для еврея покидать Израиль – это всегда плохо. И возвращаться в Израиль, приходить в Израиль, или, как у нас говорят, подниматься в Израиль – это всегда хорошо. Интересно, что мы должны сказать, и об этом тоже говорят различные источники, что, по сути, эта ситуация остается действительной до сегодняшнего момента. Несмотря на то, что храм был восстановлен, хотя по тому храму у меня есть вопросы, тем более после того, как его перестраивал Ирод, но, несмотря на это, еврейский народ продолжал жить за пределами Израиля. И это продолжается до сегодняшнего дня, ибо, во-первых, у нас нет храма, а, во-вторых, до сегодняшнего дня только примерно третья часть еврейского народа живет в Израиле. Недавно в наших газетах протрубили о том, что ситуация изменилась, и больше половины евреев живет уже в Израиле. А потом нашли еще несколько евреев, где-то, кажется, в Южной Америке. Я имею в виду несколько миллионов евреев. Именно поэтому мы с вами говорим о том, что галут, как мы его называем, или рассеяние для еврейского народа продолжает оставаться, несмотря на то, что Господь уже собирает и собрал довольно значительную часть Израиля. здесь, в земле обетованной. И так Вавилон в глазах евреев того времени символизирует все самое очень жестокое и самое плохое. И мы с вами прочитали, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. То есть здесь снова речь идет об идолопоклонстве. И мы с вами говорили много раз, что одна из задач этой империи, которая придет, которая будет возглавляема антимессией, это погрузить этот мир, выдолопоклонство. И тогда принятие антимессии как Бога для людей будет абсолютно логичным и ничего не значащим шагом. И разумеется, речь идет здесь о людях. Мы с вами прочитаем все народы. О тех, которые не находятся в завете с Господом, ибо для тех, которые в завете с ним, подобное неприемлемо. Давайте прочитаем дальше. 9 и 10 стихи. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое и на руку свое, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его, и будет мучен в огне и сере перед цветыми ангелами и перед англцем. И вот они, последствия идолопоклонства. Мы с вами читаем о том, что вино гнева Божия будет изливаться на землю, и ярость его изольется на землю. Кто это принесет? Разумеется, Мессия. Здесь, как и довольно часто на страницах священных писаний, мы с вами видим, что Мессия называется Агнцем. Однако есть еще один очень интересный образ, который тоже нередко используется, в том числе и Йохананом. Он называет Мессию львом из колена Иудина. Почему? Льв из колена Иудина – это указание на грядущего царя, подобно царю Давиду. Но мы с вами должны знать, что в функцию царя входит не только сидеть на троне. В функции царя входит управлять этим государством. В функцию царя входит судить людей, выносить приговоры. И, собственно, об этом мы здесь с вами и читаем. Господь будет судить этих людей, ибо они виновны и без веры в Мессию. У них нет никакого оправдания, а значит, им надлежит наказание, о чем мы с вами и читаем, когда говорим в огне и сере, перед святыми ангелами и перед Агнцем. Следующий текст нам добавляет еще в эту картину. 11-12 стихи. «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклонявшиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть вот эти страдания, нам говорит Священное Писание, будут вечны, будут без перерыва и нескончаемы. И здесь упоминаются те, которые были в этом царстве антимессии и поклонились ему. А именно, приняли начертание этого зверя. То есть, по сути, это те, которые сознательно выступали против Бога, понимая, что они делают. В 12 стихе мы видим слова про терпение святых и заповеди Божии и веру в Иешуа. И очень часто есть люди, которые говорят, что это речь идет о тех заповедях, которые мы услышали от самого Иисуса. Но здесь написано не так. Речь идет о соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Подобно как заповеди Божии лишаются смысла без этой самой веры в Иисуса, так и веры не может существовать без заповедей Божих. Ибо мы с вами читаем, и об этом, например, Яков пишет, вера без дел мертва. И те, кто хочет отделить или сместить в акцент во что-нибудь одно из этого, грешит. Ибо только через кровь Мессии человек получает возможность и силу исполнять заповеди Божии, ибо Дух Святой дает ему такую возможность. А живет он только в искупленных. В 13 стихе мы находим с вами еще более удивительные слова. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые и умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Мне очень нравится то, о чем мы здесь с вами читаем. Голос неба провозглашает, напиши, блаженны мертвые и умирающие в Господе. То есть, подчеркивается, что люди, которые умерли или умирают в Господе, имеют совершенно другие последствия, не так, как те, о ком речь шла раньше. Во-первых, мы с вами читаем, что они успокоятся от трудов своих. И многие из нас знают, те, которые находятся на поприще служения Богу, что наши действия здесь нам тяжело дается, нам приходится много трудиться, нередко страдать. Я думаю, что любое наше страдание это страдание за Господа, но не всегда это очевидно так. Но самое красивое в этом тексте, то, что мы прочитали в конце, и дела их идут вслед за ними. Дело в том, что мы ничего не можем взять материального из этого мира. Об этом мы говорили много раз. Именно поэтому оно лишается смысла. То есть, нет смысла к этому привязываться, как-то сильно стремиться. Но есть некий определенный комфорт, который нужен для жизни человека. Достаточно, я бы сказал. Никакие сверхдела или сверхвозможности нам не имеют смысла. Но не так обстоит ситуация с теми делами, которые мы называем добрые дела. А я больше люблю использовать слово «дела Божии». Ибо только то, что Господь делает в нас или через нас суть дела Божия. Почему? Потому что мы с вами читаем, что таковые идут вслед за нами. И я говорил много раз об этом, что дела наши, точнее сказать, дела Божии, которые Он совершает через нас, имеют очень большое значение. Во-первых, они нередко служат свидетельством для людей, которые живут здесь на земле и открывают перед ними возможность уверовать. Во-вторых, что тоже очень важно, когда мы придем в Царствие Его, за эти дела мы получим награду. И кто-то будет сидеть на троне, кто-то будет иметь царский венец, кто-то будет иметь белые одежды. Награда каждому будет в соответствии с его делами. Именно поэтому те дела, которые мы делаем в этом мире, те поступки, которые мы совершаем, если они являются поступками Божьими, если они соответствуют Его желаниям, Его заповедям, то они имеют шанс быть оцененными, когда мы придем пред Господом, и Господь благословит нас всяким своим благодеянием. И я хочу воздать Ему за это честь и славу о том, что дальше мы читаем с вами в книге Откровения, мы поговорим уже в другой раз. Шалом-шалом! Друзья, хочу предложить для всех желающих книгу Баруха Корман «Царь грядущий». Эта книга посвящена тысячелетнему царству. Ее вы можете заказать в электронном виде абсолютно бесплатно, написав нам на наш электронный адрес. Да благословит вас всех Господь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok